Всем привет, дорогие друзья! С вами канал РусФПС и это мое новое видео. И перед началом данного видеоролика я вас прошу, прям очень искренне прошу, поставить лайк, подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои видеоролики, которые выходят просто вот ежедневно, каждый день и 8 часов по Москве. Но иногда бывает, что я выпускаю и второй видеоролик ближе к вечеру там уже. Вот, ребят, смотрите, сегодня у нас будет такая новость. Ну да, под геймплей я вам расскажу, что я задумал. Короче, ребят, на канале Фифенок я увидел, это мой подписчик, который также делает видеоролики по FIFA Mobile. В общем, на его канале я увидел, что он собирает, так скажем, людей для того, чтобы принять участие в Кубке Мобильных Фиферов. Вот. Где-то 3 дня назад он выпустил ролик. Я подумал, почему бы и нет, чтобы проверить все-таки свой скил. Ну, игра я неплохо, но я так думаю, правильно. В общем, мы списались и все организационные моменты я возложил на себя. То есть, я вправе могу называть себя тоже, так скажем, главным в данном Кубке. То есть, он главный, он создатель, а я, так скажем, главный по организационным моментам. Вот. Ребят, и мы с ним решили создать несколько видео о том, что у нас будет Кубок Мобильных Фиферов. Чтобы больше людей было заинтересовано в этом, и мы набрали то или иное количество человек. Ребят, в общем, сначала нам нужно с вами, сейчас я вам расскажу про регламент. Смотрите, регламент у нас таков. Мы можем набрать либо 12 человек, либо 16. То есть, если у нас будет недобор, там 15 человек, то, к сожалению, те 3 человека после 12, они не будут участвовать. И мы будем играть 12 человек. Вот. Смотрите, если 12 человек, то делается 4 группы по 3 человека в каждой группе. И когда уже выход в плей-офф, в плей-офф выходят, если 12 человек по 3, в плей-офф выходят 2 верхние и 1 не выходит, кто набрал меньше всего очков. Ну и как обычно, как, например, на чемпионате мира, если ты занял первое место, то ты играешь с тем, кто в другой группе занял второе место. Также, если ты занял второе место, то ты играешь из параллельной группы с тем, кто занял первое место. То есть, сложнее. Вот так. Далее, если у нас 16 игроков, то у нас будет система чемпионата мира. То есть, первое, 2 сильнейших, ничего себе, могу сейчас удар забивать. Вот, первое, 2 сильнейших, они выходят. И также, кто занял первое место, тот играет против, из параллельной, против второго места и второе против первого. Вот. Также, 4 группы, только не 3 участника, а 4. Вот. Далее. Смотрите, у нас будет 3 тура. Первый, второй и третий, соответственно. Посвящен у нас будет кубок мобильных фиферов Англии, английскому чемпионату. Как вы знаете, в данной игре лицензировано 4 лиги. 2 Football League, 1 Football League Championship и APL, соответственно. В первом туре мы будем играть, то есть, там сколько-то, 24 команды вроде бы. И мы будем проводить жеребьевку. То есть, там специальная рулетка. Я точно не знаю, как это еще будет проходить. Вот. И кому, какой клуб попадется. Сразу же скажу, то что мы, можно будет вообще любых людей из этого клуба брать. Любых игроков из этого клуба брать. Я просто сейчас играю, и просто мне нравится играть. Вот. И я немножко забываю о том, что я хочу сказать. Вот. Смотрите. Все возможные. Даже если там есть бесты, то берем бестов. Не важно, какой рейтинг. И главное, чтобы у вас хватило монет. И насчет рейтинга. Смотрите. Рейтинг не важен по сути. Но прокачивать, прокачивать нельзя. Вот. Самое главное, что прокачивать нельзя. Потому что, если вы будете прокачивать, то у вас, ну, мощно там до 85, например. То, ну, всю команду. То у вас будет команда уровня АПЛ. А АПЛ у нас будет в плей-офф. Сейчас немного подробнее про него будем рассказывать. Вот. То есть, это будет нечестно. Поэтому прокачивать нельзя. Вот. Первый тур у нас будут команды из четвертой лиги Англии. Скриншот прилагаю. Так. Вот. Скриншот видите. Вот. И из этих команд будет жеребьевка. Кому какая попадет, я уж не знаю. Далее. Второй тур у нас будет командами посильнее. Третья лига Англии. Вот. Скриншот прилагаю. И вот там будем выбирать из этих команд. Немного посильнее, но по факту там тоже бронза да серебро. Ну, может, золото где-то и найдется. Но в единичном случае. Далее. Третий тур у нас это чемпионшип. Ну, или чемпионшип. Я раньше говорил чемпионшип, сейчас чемпионшип говорю. Вот. Чемпионшип. Так же, как и первый и второй тур играем. И уже смотрим, кто выходит в плей-офф. Кто выходит в плей-офф, он должен будет так же, ну, будет жеребьевка. Кому какая команда достанется. И должен будет собрать ту или иную команду. Которая ему выпадет, естественно. И смотрите. Никакого регламентов, никаких запретов в плане того, только золото, только там элитные карточки, только там бронза, только серебро. Вот. Такого у нас не будет. Можно хоть, если у вас не хватает монет, можно хоть бронзовый состав этого клуба АПЛ собрать. Но, повторяюсь, прокачивать нельзя. Можно любых, но прокачивать нельзя. Вот. Конечно же, я хотел, что типа первый тур у нас будет. Это бронза, второй тур серебро. Но, третий тур золота и плей-офф, это у нас будет элита. Но так будет тоже неинтересно. Потому что мы не будем использовать все резервы и все возможности той или иной команды. А вдруг в той команде, той или иной команде есть золотой игрок, а мы будем только бронзы использовать. То есть тоже нечестно. Вот. Ну, я думаю, вы поняли регламент. Вроде бы я вам все сказал. Не знаю. Короче, смотрите. Если вы досмотрели до конца данный видеоролик, что вам нужно сделать? Вам нужно обязательно подписаться на мой канал. Ну, поставить лайк и нажать на колокольчик. Это понятно. Также в описании есть... Ну, я еще в комментариях, наверное, сделал. Но в описании. В описании, смотрите. Есть канал Создатель. То есть я Создатель получается и канал Фифенок. Точно название не помню. Я забыл. Сорян, бро. Вот. Канал Фифенок. На него есть ссылка в описании. На него обязательно подписывайтесь. Также наши ссылки в ВК. Наши ссылки в ВК. Обязательно заходите к нам в ВК и пишите. У него личико закрыто. У меня открыто. Можете мне писать. Вот. Смотрите. Также нужно будет вступить... Нет. Давайте сначала вы нам напишите в ВК. Мы там с вами обговорим все. Добавим вас в группу, в ВК, в сообщество. Ну, в беседу, в общем. Добавим вас в беседу. И потом уже решим, что с вами делать. Принимать вас или не принимать. Ну, и потом мы вас... И потом вы должны будете к нам добавиться в лигу. Лига называется... Я точно не помню, как называется. Вот сейчас название лиги пишется. Вот сейчас перед вашими глазами название лиги. Вот такое название лиги. И... Сейчас я гол забью и договорю. Оп, гол. Так. Вот. Название лиги. Заходите в нашу лигу. Лига абсолютно открытая. Вот. Потом. Смотрите. Когда вы нам будете писать, будут такие вопросы. Я буду задавать вопрос. Сколько подписчиков на вашем канале? У вас обязательно должен быть канал на YouTube. Вот. Смотрите. Ну, может быть, у вас есть Twitch-канал. Это тоже неплохо. Но лучше, чтобы был YouTube-канал. Такие критерии. Изначально я хотел сделать критерии 100 плюс подписчиков. Ну, адекватный критерий, на мой взгляд. Потому что, ну, у меня 580 подписчиков. Да. Но на самом деле я не знаю, кто согласится. Ну, давайте, чтобы все смогли более-менее поучаствовать нормально. Пусть будет 50 плюс подписчиков. Но важно, чтобы у вас были хорошие просмотры. То есть, что это значит. Вообще, Кубок Мобильных Фиферов – это не только турнир, но еще и турнир по обмену аудитории. То есть, короче говоря, когда вы играете матч с тем или иным соперником, вы в конце просите, чтобы тот, чтобы подписчики подписались на того игрока, на твоего соперника. И он говорит так же. То есть, суть Кубка Мобильных Фиферов не только в турнире, а еще и обмен аудиторией и приумножение количества подписчиков. Ну, это, я думаю, понятно всем. Уже давно известно. Сейчас лунгшот забью, но, скорее всего, не забью. Ничего себе. Скрипты, скрипты. Вот. Приумножение числа подписчиков. Ну, вот. Поэтому я и говорю, чтобы был канал 50 плюс подписчиков хотя бы. Но мы будем смотреть на ваши просмотры. Если они будут более-менее адекватными, то мы вас берем. Ну, там все будет индивидуально. Также, смотрите, если мы не наберем нужного количества человек, если, допустим, будет 12, а мы захотим проводить 16, то, скорее всего, мы будем проводить 16 человек, потому что так интереснее. Вот. То есть, 16 человек. И, смотрите, так, если у нас будет недобор и никто, ну, если мы не сможем найти, то мы будем брать всех желающих. То есть, это значит, либо у вас канал не 50 плюс подписчиков, либо у вас нет канала. То есть, те люди, кто не подходит под наши условия, но у нас как бы места есть, и мы их берем. Вот. Все. Я думаю, я вам все рассказал. Очень долгое видео получилось. Я надеюсь, оно было не такое длинное. Вот. Все, ребят, всем пока. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Сделайте все, что я вам сказал. Все условия выполните. И, в общем, все. А, ну, или для упрощения, оставьте ссылку с комментарием «Я участвую». Ну, вот, сделайте все, что я сказал до этого. Все условия. Ну, и для упрощения еще, ну, на всякий случай, киньте ссылку на ваш ВК. Если у вас нет ВК, ну, я не знаю, создайте ВК, ну, потому что это легко, там, 5 минут создать ВК. Ну, если вы уж так вот упорно не хотите ВК, то сделайте ссылку на Инстаграм. Инстаграм-то у вас точно должен быть. Вот. Ну, и все, ребят. Типа, я участвую, пишите в комментариях и кидайте ссылку на себя. Все. И мы там уже согласуем. Но без ВК никак, ребята. Лучше создайте ВК. Вот. Создайте ВК и уже пишите нам. Либо кидайте ссылку на свой ВК и мы вам напишем. Ну, я вам напишу. У меня ссылка открытая, можете писать мне. Короче, очень много слов было, очень много. Вот, подумайте и обязательно участвуйте, ребят. Потому что это очень-очень крутой турнир, который я с моим подписчиком-тире тоже блогером по Фиха Мобайл провожу. Вот. И я надеюсь, это будет годно. Никто задерживать матчей не будет. Ну, типа, когда там доиграем. В общем, таких проблем не будет, ребят. Нам нужны ответственные игроки. Вот. Все, ребят. Матч закончился. Я выиграл 7-0, но это не важно. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Выполняйте все условия. Пишите в комментариях, я участвую в ссылку на свой ВК. Нажимайте на колокольчик у моего канала и ставьте лайк, чтобы не пропускать мои видеоролики, которые выходят ежедневно. Иногда даже два видео бывает. Вот. Все. И подписывайтесь на моего бро. Ссылка в описании. И пишите мне ВКонтакте. Ну, короче, вы уже все поняли. Не глупые. Надеюсь. Вот. Все. Всем пока. Да, и не болейте, потому что больные нам не нужны. Ладно, шучу. Шучу, шучу. Уже много шуток, потому что я что-то уже... Сейчас, короче, будет Краснодар рубин. Я болею за рубин. И поэтому вот сейчас волнуюсь. Короче, все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok